Конкурс проходил в три этапа в форме игры. Сначала ребята соревновались в своих школах, дальше на базе кружков и секций. А до третьего финального этапа дошли лучшие команды, занявшие первые и вторые места в промежуточных конкурсах. Там ребята совершали увлекательное путешествие по разным станциям. Одна из них, пожалуй, основная – спасатель. Участники демонстрировали навыки поведения в экстремальных ситуациях, после чего привычную среду нужно было сменить на менее комфортную. Задания разной сложности юные спасатели проходили на воде и на льду. Однако не только в практике соревновались ученики брянских школ. Теория важна в состязании не меньше. Так, в викторине «Безопасная дорога» игроки показывали знания правил дорожного движения и дорожных знаков. А в конкурсе «Юный следопыт» состязались в эрудиции и смекалке, вспоминали народные приметы и правила поведения в лесу. Оценивалось и домашнее задание к финалу конкурса команды. Это визитная карточка. Представление команд, название, девиз, эмблема, единая форма, литературно-музыкальная композиция. Придет спасатель к вам на помощь. Он самый сильный на земле. Придет спасатель к вам на помощь. Он самый сильный на земле. В итоге призерами стали команды «Гусары» и «Дамы». Школа номер 60 советского района города Брянска, занявшая первое место. Серебро у команды «Спасатель» 26-й школы Володарского района. Почетная бронза у команды «Сос» школа номер 9 советского района. Мы очень спальный отряд. Из находчивых ребят. Все смелы, добры, умелы. Мало слов, но много дел. Кстати, проигравших в игре не было, так как каждая команда, которая прибыла на заключительный этап, оказалась лучшей на той или другой станции конкурса. В завершении встречи ни одна команда не ушла без почетной грамоты и памятного подарка. Татьяна Глазова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС по Брянской области. События Брянск.